Еще не очень давно машина была настоящей роскошью, хотя и позиционировалась как средство для передвижения. Достать автомобиль в СССР было сродни подвигу, но те времена закончились и сегодня рынок полон автомобилями на любой вкус. Достаточно просто иметь деньги и не надо выстаивать годами очереди, как это бывало в Советском Союзе. Хотя, конечно, не все так плохо было в СССР и последние десятилетия там активно старались насытить рынок легковыми автомобилями, доступными для обычного народа. Именно поэтому по дорогам до сих пор снуют старенькие жигуленки, а некоторые даже номера советские сохранили. Взникает резонный вопрос, а разве так можно? Страна-то уже другая. Для того, чтобы в этом разобраться, заглянем в закон о государственной регистрации транспортных средств. Там есть четкое указание, при регистрации и постановке транспортного средства на учет у него должны быть номера, соответствующие ГОСТу. Все современные транспортные средства имеют именно такие. Но вот незадача. В этом же законе нигде не указано, что автовладельц обязан поменять старые советские номера, если они не повреждены, не потеряны и все на них хорошо читается. Правда, есть один нюанс. Управлять таким автомобилем может только непосредственно собственник, который еще в СССР его приобрел или тот, кому он законным образом передал свои права. Если же собственник меняется, в ГИБДД будут проводить переоформление и дадут номерные знаки уже современного вида. Так что советские номера попадаются все реже, с учетом того, что автомобили выходят из строя или меняют своих владельцев.